Какая глупая ошибка стоила многим людям жизни? Давным-давно я прочитал статью о работнике по техническому обслуживанию самолетов, который не снял кусок скотча, который был приклеен для защиты датчика во время чистки. Пилот не заметил это во время предполетного осмотра. У пилота не было доступа к показателям высоты, скорости, давления воздуха. В результате в авиакатастрофе погибло более ста человек. Когда люди забывают ребенка на заднем сидении машины. Я работаю няней и прибегаю к самым невообразимым лайфхакам, чтобы не забыть, что на заднем сидении сидит ребенок. Снимаю обувь, кладу телефон на заднем сидении, оставляю грязный подгузник на пассажирском сидении, чтобы увидеть и вспомнить. Люди склонны забывать об этом. Неважно, идет ли речь о матери, няне, отце, медработнике, пожарном, это случается. И всегда есть люди, которые говорят, я бы никогда не забыла о своем ребенке. Но при этом каждый год малыши умирают из-за этого. Моему сыну было около 7 месяцев. Была середина лета. Я немного опаздывал на работу, но мне нужно было еще отвезти ребенка в ясли, что обычно делала моя жена. Я посадил его в детское автокресло сзади, и он уснул. Я отвлекся и в итоге проехал целых 45 минут до места своей работы. Было уже 7.30 утра, температура уже была выше 20 градусов. Я схватил свой ноутбук с пассажирского сидения, вышел из джипа и пошел на работу. У меня было странное чувство, будто я забыл что-то, поэтому я начал щупать свои карманы, чтобы убедиться, что ключи, бумажник и телефон на месте. Затем я обернулся, чтобы взглянуть на машину, и увидел сына в детском кресле. Если бы я не повернулся, я бы увидел его только во время обеденного перерыва. К тому времени температура дошла бы до 27 градусов, а внутри машины температура была бы 37 градусов или выше. Прошло уже 22 года, но этот случай до сих пор снится мне в кошмарах. Ошибочно думать, что все инфаркты имеют одинаковые симптомы. Это не так. Если вы подозреваете, что у вас инфаркт, поверьте своей интуиции и обратитесь за помощью немедленно. Трагедия в бразильском городе Гуяне в 1987 году. В клинике по лечению рака, которая в это время была под судебными тяжбами, находился незащищенный источник радиации. Но правительство не отправило никого для того, чтобы его ликвидировали ради безопасности. В здание проник сборщик металлолома, обнаружил источник радиации, вскрыл его корпус и обнаружил внутри голубой светящийся порошок. Он не знал, что это был чрезвычайно радиоактивный порошок цезия. Голубой порошок начал распространяться по городу, пока многочисленные сообщения о случаях радиоактивного заражения не побудили власти города к чрезвычайным мерам. Множество людей погибло из-за радиационного отравления. Будто этого было недостаточно, так пожарные чуть не выбросили пакет с остатками порошка в местную реку. Когда люди оставляют застрявший в снегу зимой автомобиль и уходят за помощью пешком. В сельской части нашей провинции такое случается один или два раза каждый год. Тело водителя обнаруживают через несколько дней. Эти люди теряют ориентацию и замерзают насмерть. Решение Мао Цзэдуна избавиться от воробьев. Короче говоря, великий лидер Китая Мао пришел к выводу, что воробьи поедают очень много зерна. И если страна избавится от них, то у них будет больше еды. В результате они реально уничтожили популяцию воробьев. Они не приняли в расчет то, что воробьи также поедают насекомых, популяция которых начала резко увеличиваться, в том числе и саранча. Саранча начала есть зерно, начался голод, погибло от 16 до 30 миллионов человек. Когда он понял свою ошибку, он обратился за помощью к Советскому Союзу, и они тайно завезли воробьев в Китай. На самом деле голод был вызван большим количеством факторов, было совершено много ошибок, но это, вероятно, самое очевидное и глупое среди них всех. Мой папа хотел прочистить канализацию на кухне и смешал средства для очистки стоков, добавив сначала одно средство, а через несколько минут другое. Затем появились пузырьки, и папа начал интенсивно кашлять. Я услышал его кашель из другой комнаты, увидел, что произошло, и открыл ближайшее окно, чтобы избавиться от паров хлора, которые выделились в результате реакции. Я забыл, что в том окне поселился большой рой ОС, и мне понравилось такое неожиданное вторжение. Я отвез его в больницу из-за отравления газом, и мне пришлось долго объяснять врачам, что мы приехали не из-за укусов ОС. Много лет назад я был в экипаже подводной лодки. Мы прибыли на верфь. Среди запланированных работ была установка какого-то нового оборудования, что требовало пробивки корпуса. Днем в пятницу рабочий верфи просверлил в корпусе дыру диаметром в 3 сантиметра, собираясь вернуться в понедельник и закончить работу. Эта работа была отменена. Ему дали какое-то другое задание, и дыра осталась на месте. Она была заклеена скотчем, чтобы внутрь не попала грязь. Маляры приступили к своей работе и нанесли краску поверх скотча. На какую глубину может погрузиться субмарина с дыркой в корпусе, заклеенной скотчем и покрытой краской? Около 66 метров. К счастью, мы все выжили. Недалеко от моего дома произошло крупное столкновение транспортных средств. Несколько автомобилей и два грузовика. Несколько человек погибли, когда грузовик врезался в ряд стоящих на месте машин на скорости 80 км в час. Авария и последовавший за ней пожар были настолько ужасающими, что двоих людей опознали только благодаря их мертвой собаке, которую выбросила на проезжую часть. У нее был микрочип. Это показывали по всем новостям. Водитель грузовика разговаривал по телефону. Его судили. Сейчас он в тюрьме. Группа людей работала на трубопроводе со сжиженным природным газом. Когда они перешли на новый трубопровод, датчики регулятора давления все еще были на старом, отключенном трубопроводе. В результате система автоматически начала повышать давление, поскольку она определяла низкое давление в трубопроводах со сжиженным природным газом, в то время как датчики продолжали находиться в полностью изолированной трубе. В результате чего несколько домов фактически взорвались из-за внезапно повысившегося давления в трубах. И все благодаря какому-то идиоту из городского совета, который решил сэкономить деньги, отказавшись принимать на эту работу квалифицированных специалистов. Муж подруги случайно запер дом, забыв ключи внутри. Он попытался пробраться через окно, на котором была металлическая решетка. Он смог протиснуться сквозь решетку, но одна его нога соскользнула, и он, по сути, повесился на подоконнике. Мачеха моего друга погибла аналогичным образом. Она заперла дом, забыв ключи в доме, попыталась проникнуть внутрь через окно ванной, головой вперед, потеряла равновесие, упала и сломала шею. Друг пил пиво в таверне. Пришли какие-то мужики и начали докапываться до него. Он дважды пересаживался, и когда он встал, чтобы уйти, один из мужиков ударил его. Мой друг нанес один ответный удар. Мужик упал и оказался в реанимации. Шансы выжить были очень низкими. Друг сидел в изоляторе и просто начал ждать новостей о том, умер тот мужик или остался жив. В итоге мужик, которого он ударил, остался жив. Другу смягчили обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, оставив дело в категории уголовного преступления. Из-за одного удара. Это реально ужасает. Я работал с парнем, родственник которого вступил в спор с другим парнем в пабе. Спор был из-за какой-то глупой и бессмысленной фигни, но родственник друга встал и толкнул парня. Парень толкнул его в ответ. Просто толкнул, а не ударил. Родственник друга споткнулся, упал, ударился головой о барную стойку и погиб. Мы намного более хрупкие, чем мы думаем. Когда люди врут врачам по поводу употребления Виагры. Взаимодействие Виагры со многими лекарственными препаратами опасно для здоровья. Поверьте, доктор не будет осуждать вас. Они видели много гораздо более постыдных вещей. Нет смысла умирать из-за вашего желания скрыть что-то, ведь в свидетельстве о смерти все равно будет указана причина. Трагедия, которая произошла на буровой платформе Biford Dolphin в Северном море в 1983 году. Оператор случайно отпустил зажим на водолазном колоколе до того, как водолазы закрыли люк камеры декомпрессии. Давление за долю секунды упало с 9 атмосфер до 1. Внезапное изменение давления вызвало такой взрыв, что погибло 5 человек. Все 4 водолаза и сам оператор, признанный виновным в результате расследования. Помощник оператора был тяжело ранен. Находившегося в отсеке водолаза просто разорвало на части. Его останки разбросало далеко по палубе. Остальные водолазы, находившиеся в камере, умерли мгновенно. Скрытие их тел показало, что их вены и артерии были закупорены сгустками белого вещества. Это были белки, свернувшиеся из-за вызванного перепадом давления закипания крови. Однажды я услышал рассказ одного парня о том, как он, упав с лестницы, отчаянно схватился за бокал с вином, который нес, чтобы не разбить его. Вместо того, чтобы схватиться за перила, чтобы не упасть. Он остался жив, отделавшись переломом бедра. Но я думаю, что у многих людей, вероятно, срабатывает такой же странный инстинкт. И некоторые, возможно, уже не могут рассказать об этом. Если человек получил травму от падения на него тяжелого предмета, и этот предмет пролежал на нем более 20 минут, его не стоит резко поднимать с человека. Многие люди умирают от отравления. Если перед подъемом предмета сделать необходимую инъекцию, вероятность выживания становится больше. Вы можете объяснить, почему? Мне просто интересно, не часто приходится слышать подобные вещи. Когда кто-то оказывается раздавлен тяжелым предметом, это вызывает повреждение клеток в обширной области тела. В результате содержимое клеток вытекает из них. Наиболее вредным из веществ клеток является калий. Он оказывается заперт, пока предмет, упавший на человека, остается на нем. Если поднять этот предмет, циркуляция крови возобновляется, что приводит к повышению уровня калия в сыворотке крови. Когда уровень калия в сыворотке крови повышен, возникает серьезная электрическая дисфункция сердца, поскольку он является электролитом. Кальций вводится как способ удержать сердечную мышцу от притока калия. Рейс 2120 авиакомпании Nigerian Airlines вылетел из Джиды, Саудовская Аравия, после того, как работник техобслуживания накачал шину воздухом вместо азота. Шина нагрелась, лопнула и загорелась во время разгона. Шасси было убрано внутрь самолета и подожгло аэродинамическую конструкцию изнутри. Первая жена моего отца летела этим рейсом. Она и еще 260 человек погибли. Соседский парнишка, которого я знал с детства, конкретно прокачал свою Хонду. Он купил пульт дистанционного запуска, когда они еще были в новинку. Судя по всему, пульт активировался, когда все спали. Предположительно, его ключи оставались в его кармане, когда он уснул. Машина стояла в гараже. Все, кто был в доме, родители, брат, сестра и сам Айзек, все погибли от выхлопных газов. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok